всем привет я на федорчук и сегодня поговорим о русской псовой борзой что за собака шикарная собака считается что это охотничья собака которая была выведена для того чтобы охотиться на в первую очередь зайца лису волка порода одна но характер у каждой собаки все равно разные индивидуальны да есть какие-то общие черты которые присущи любой русской псовой борзой это любовь к скорости это любовь к расстояниям это безусловно любовь к бегу зачем-то это у них конечно же в крови но тем не менее сейчас эта собака выходит на новый уровень больше как даже компаньона потому что собака можно сказать практически подошла к черте исчезновения сейчас если ты по городу где-то видишь русскую псовую борзую это скорее нонсенс чем какая-то обыденность поэтому мы когда ходим конечно же собираем все комплименты причем не я моя собака и это тоже хорошо и нормально это здорово потому что люди хотя бы в живую могут увидеть что такие породы есть мы когда брали вторую собаку у мужа это моего первая собака и он каври ой я так переживаю на старше такой умный такой умный ну 11 лет как опыта много говорит а вдруг возьмем маленького он будет совсем другой глупость и что я буду с ним делать вообще я всегда смеялась и говорила слушай ну кто-то же воспитал да первую собаку значит справимся со второй вот если старший кобель у меня он такой есть папа есть мама больше мне никто не нужен ну вот даже погладиться вот он бежит такой к чужому человеку все же такие какой красивый и рукой без рук но вот он вот он папа и мама больше ничей он аристократ до мозга кости это стопроцентно будет у такая большая лужа и можно будет пройти но уже значит мама помоешь все равно но он всегда пойдет обойдет он в жизни в лужу не зайдет это вот вот как говорят царские крови вот это был он да дарюха у нас такой а тортик у нас еще в моменте становления но при этом всем он настолько любвеобильный вот полно вот он любит всех он любит вас он любит но мама с папой то святое вообще но он если ему сказали что он красавчик все он вообще на нас причем он ловелас он ловелас полнейшие если он видит красивую девочка сути я не знаю какой кастинг у него но всегда смотрит на красивых девочек он может подбежать во первых поцеловаться стать на задние лапы положить передние на плечи это вообще его история поцеловать в лицо это тоже я только успела говорить только пожалуйста это либо так либо закрывать рот потому что он может дотянуться серьезно он такой целовательный он вообще некоторые боятся потому что большие размеры даже мы гуляем с другими собачками с другими там с детками часто же хотят можно подойти там погладить всегда разрешаю почему потому что для социализации собаки хорошо во вторых я знаю что он не тронет в третьих у русских псовых борзых издавна выводилась агрессия к человеку то есть у них не должно быть агрессии к человеку совершенно потому что это охотничья собака охотники они не предупреждают когда атакуют они не рычат абсолютно там идет хват и все издревле вот этот особи которые проявляли агрессию к человеку они выбраковывались поэтому это достаточно на сегодняшний момент ну вот прям исчерпанная тема ну я даже за последние лет десять я ни разу не слышала даже истории даже за границей где-то как-то чтобы были какие-то случаи когда борзая укусила человека там или что-то в этом роде иногда спрашивают тоже а вот как вот он для охраны ну большая собака значит должна охранять ну я всегда говорю он охраняет разве что своим размером ну мало кто решится подойти или как-то очень навязчиво себя вести когда ты идешь с таким слоном потому что размер конечно же у нас слона безусловно вот в плане как с другими животными абсолютно нормально как приучите вот тут стопроцентно как приучите у меня собаки живут с котами они знают что котов трогать нельзя они абсолютно нормально адекватно реагируют на котов на улице то есть ну дома то есть что уже не интересно тур конечно еще пока маленький он конечно реагирует но он больше реагирует на движение вот если убивает надо догонять не убивает ну ладно не интересно ну как бы в таком плане но опять же абсолютно не поддаются дрессировки люди иногда знаете как то жертвой борзая то что не там не особо умные собаки не интеллектуал о товарищи заведите себе борзую заведите и вы поймете что интеллекта там ого-го другое дело что это да это не служебно сторожевая порода они абсолютно другие это вот но нельзя сравнивать теплое с мягким да вот как говорят нельзя сравнить mercedes бмв это это классная машина но они абсолютно разные точно так же и собаки можно завести себе лабрадора это классная собака компаньон будет смотреть тебе в рот ждать от тебя команды давай хозяин что-то будем делать можно завести борзую до образа никогда не будет сидеть преданно смотреть тебе в глаза и говорит давай что все дети давай лежать и да хорошо давай лапку дать пожалуйста возьми лапку это не тот случай безусловно но при том если ты скажешь ему приучишь командам тор у нас тоже прекрасно знает сидеть лежать да лапу дай другую мы обходим вокруг всяких препятствий опять же я этому уделяю внимание для изучения для того чтобы там моя собака умеет команды нет это для того чтобы во время того как вы его обучаете у вас устанавливался контакт да с борзыми это вообще очень важно потому что у них и немножечко другое восприятие расстояние если допустим это у меня когда-то жил тоже кокер спаниэль американский рич 14 лет и 7 месяцев с нами прожил он вообще дальше чем на 10 метров от меня не отходил вот просто ну вот у него был периметр дальше мы не отходили он всю жизнь у меня гулял без поводка беспрекословно слушался у борзых что для него 10 для образу и 100 если я тебя хозяин вижу значит я рядом с тобой это вот прям для него нормально то есть это нужно тоже понимать тоже часто спрашивала вот как вот он с команда камни это воспитательные эти все моменты всему нужно уделять внимание и время нужно понимать характер нужно понимать особенности конкретной особи конкретного хотя сказать человека и индивидуума да потому что иногда кажется реально они как люди поэтому все это нужно учитывать я знаю что дар нас в том всю жизнь тоже ходил без поводка и нам не стали как у вас борзая без поводка да потому что я была уверена в том что он послушается я очень благодарна своей заводчице питомник александрит фаворит за то что она когда-то мне сказала такую фразу замечательный твоя собака может не знать команду ко мне но команду стоять она должна знать однозначно и первое время я уделяла очень сильно внимание команде именно стоять и это реально очень выручает и я вообще могу это даже посоветовать людям которых не только борзые а вот породы гончих собак для которых скорость и расстояние это очень важно почему потому что у них прям вот видно как в голове щелкает когда собака уже бежит ей тяжело остановиться да вот ты орешь там ко мне ему чтобы побежать к тебе ему надо как минимум остановиться а если там впереди собачка и она же еще и весело машет хвостом и призыв на ему там что-то там давай ко мне конечно же ему тяжелее поэтому сначала команда стоять он должен остановиться устаканиться в этом состоянии а потом уже говорить команду ко мне он разворачивается тогда идет к тебе когда я встречаю иногда людей которые говорят то борза если схватила все там перекусит загрызет товарищи все зависит от вас от вашего желания научиться коммуницировать со своей собакой потому что инстинкты есть безусловно но для чего тоже надо вот хозяин да не просто миску с едой поставить и пописать вывести но даже самому интереснее обучать свою собаку видеть как у нее появляется как я говорю мозг уже через глаза обиден потому что она уже понимает о чем ты с ней говоришь у меня муж первое время смеялся говорит ну что ты ему все рассказывай что ты вот ты что не может идти молча с ним если б я своему старшему кабелю все не рассказывала сейчас бы ты так вольготно не гулял с ним я говорил как он все понимает он такой умный откуда он этому всему научился не в книжках же вычитал говорю конечно же он это все почерпнул от меня сначала они проводят параллель с ним что ты говоришь что что ты делаешь безусловно то есть тут тоже должна быть цепочка как у любой другой собаки при дрессировке сказал сделал и это должно быть однозначно то есть если собаки к примеру нельзя вылазить на диван то и нельзя вылазить всегда на диван они сегодня можно у меня хорошее настроение завтра нельзя для собаки будет непонятно а чё то вчера было можно конечно я попру сейчас опять туда залезу а ты с плохим настроением но на тебя по сути ладно у мамы плохое настроение слезу нет такое не должно быть собаки должно быть последовательностью тогда вообще не будет никаких проблем они очень быстро просекают кто слабое звено в семье однозначно нельзя кормить стола не доведи боже если но это мне кажется любой собаки же касается если собака хоть раз поняла что со столика может что-то перепасть все а теперь умножьте на размер он подходит к столу к хухонам у нас он и так заезжает чик и голова просто вот так уже здесь и глаза уже пошли по каждой тарелочке уже прошлись и пощупали конечно мысленно они уже все лизнули все пощупали поэтому он четко значит со стола ему никогда ничего не перепадет поэтому он такой подойдет заедет катор морду бри ладно пошел все он уже ждет пока он покушает уже свою еду может ли она жить например в квартире либо эта собака для частного дома наши собаки живут квартире раньше считалось что хорошо бы в собственном доме но абсолютно пригодная собака для квартирного содержания очень часто у людей есть такое распространенное заблуждение когда собака большая занимает много места наверное она должна жить только в собственном доме я вывела уже давным-давно правила и я знаю что это так и есть чем меньше собака тем больше ее видно дома она бегает носится у меня есть чем сравнить у меня у мамы всю жизнь собаки у меня был кокер-спанель это вечный двигатель дома не дома на улице они на улице постоянно эти собаки классные тем что они вы гулялись классно на улице они набегались наскакались они выбросили вот эту свою энергию которая да неудержимая есть все они пришли домой он поел он лег и он спит это красивый переходной ковер с одного места на другое да мы гуляем два раза в день иногда три раза в день пока собака молодой конечно лучше гулять даже три раза в день час сторона мы гуляем три раза в день по полтора часа иногда по два часа когда как получается утром если я спешу допустим на работу да я бегу я brain рассчитать и много время ничего страшного я могу выйти с ним на полчасика сделать гигиеническую прогулку он пописал покакал мы прошлись да он немножечко размялся я пришла с работы мы пошли погуляли туда два часа то есть я всегда уравновешивая вот эти прогулочные дни. Сказать, что он бы лучше жил в собственном доме? Ну, если смотреть со стороны уделения внимания собаке, да, когда ты выпустил ее во дворе, и она сама себе там носится, тогда может быть да, но если ты привык взаимодействовать с собакой, да, тебе хочется пройти с ней, поизучать какие-то новые трюки, новые команды, именно повзаимодействовать со своей собакой, чтобы она тебя понимала, чтобы она не жила сама с собой или в своей какой-то стае, а именно взаимодействовала с тобой как член твоей семьи, тогда в квартире это вообще идеальный вариант, абсолютно без хлопот. Ну, если запах от него? Нет, псовые вообще, вот чем мне нравятся борзые, они абсолютно без запаха, то есть даже если ты после дождя попал с собакой под дождик проливной, пришел домой, запаха никакого нет, помыл лапы, вытер полотенцем, все отлично, все хорошо, поэтому в этом плане стопроцентно хорошо. Сложно ли ухаживать? Что касается русских псовых борзых, как по мне, я всегда говорю, это вообще беспроблемная собака, почему? Потому что, несмотря на то, что шерсти достаточно много, вот это у нас представитель молодой братии, мало того, он еще у нас в щенках, это наш Тор, псовая охота питомник, псовая охота шелк, зепрессиус, он вообще по-полному, но так он у нас Тор, да, они же придумывают название, знаете, как, чем сложнее, тем одни, да, вот, так он у нас Тор в повседневной жизни, так вот ему только 8 месяцев, он еще обрастет, он еще перелиняет во взрослую, вот самая такая вот линька у борзых, это вот как раз их где-то около года, вот ее надо пережить, вот тут набраться терпения, знаете, и пережить, но в принципе любая собака линяет, то есть вот где-то с года они начинают линять, до года и трех, вот у них идет такая прям обильная-обильная линька, может даже до года двух, вот два-три месяца активных таких, а потом они начинают очень мощно одеваться, и это вот, это, знаете, многие нас встречают по городу и говорят, у вас царская собака, это царская, ну вот идешь и чувствуешь себя барыней такой, барыней с борзой, да. Чем классная шерсть? Во-первых, она так не колтунется, как у многих длинношерстных собак, во-вторых, она, вот если вы попробуете ее, Тор, иди сюда, подожди, не крутись, вот если вы ее вот так, да, попробуйте, вот попробуйте, она прям лоснящаяся такая, чувствуете? Вот она прям, она такая, вот у нее прям волос-волос, он как будто бы, каждая волосинка как будто вот обернута в какую-то такую невидимую пленочку, чувствуете? Да. Вот на самом деле, вот это же, ну, конечно, моются они в шампуне, но сказать, что я их часто мою, нет. Во-первых, борзую надо мыть по мере загрязнения, плюс в том, что загрязняется она нечасто. Если вы будете купать его раз в три, в четыре месяца, этого просто с головой хватит. Расчесывать одно удовольствие, часа часто абсолютно не надо, спокойненько можно, о, все, мы легли, спокойненько можно расчесывать раз в неделю, этого будет тоже достаточно. Если где-то он прилепился к грязючке, у нас такое было, мы готовились на фотосессию, я намыла свою шикарную собаку, мы пошли гулять, пока мы гуляли, он увидел овражек, перепрыгивал через овражек, не рассчитал лапой и прямо белой грудиной, вот так, в резульку. Класс, фотосессия удалась. Пока мы погуляли полчасика, это все осыпалось, я расчесочкой подчесала, все, моя собака с белой грудью снова. Поэтому в этом плане они очень комфортные, очень, я не переутомляюсь, вот правда. Я, честно говоря, очень даже балдею сама лично от того, когда я их чешу, после того, как я их покупаю, потому что оно, когда ты вот фенчиком и вот этой пуходерочкой или расчесочкой чешешь в обратную сторону по спине, у них же апреля, да, вот ты, во-первых, реально снимается стресс, вот так и есть. Во-вторых, ты когда видишь, как вот эта шерсть блестящая, красивая, ложится прям такими локонами, ну это такое удовольствие, ну я релаксирую, реально. Летом я вообще покупался, расчесал, вышли на улицу, мы пока погуляли, он уже высох, все, вообще не надо ничего феном делать. В плане питания, тут тоже как бы мнение расходится, кто-то кормит на натуральном питании, да, кто-то кормит на комбинированном, кто-то кормит на сухом корме. Честно, старший кобель у меня до года был на натуралке, мы варили каши, овощи, мясо туда добавляли. С года я поняла, что, ну как бы мне надо либо варить прям ведрами, чтобы он наедался, потому что активный период роста, они растут очень быстро, по 10-12 сантиметров в месяц, начиная с трех месяцев, вот они прям жик, жик, жик. Кстати, вот если люди любят наслаждаться маленькими собачками долго, то русская псовая это тоже не то. Либо у вас постоянно будет новая собачка русская псовая, да, и они будут пятая, десятая, потому что, ну, вот ему 8 месяцев, он уже выглядит не как каждая другой породы взрослая собачка. Он уже в 3 месяца у нас был вот такой, в 4 вот такой, в 5 вот такой. И мы только смотрели, как он жик, жик, жик. Мне казалось, он растет просто каждый день. Ну, ты смотришь, ой, вчера был поменьше вроде как. Мисочку надо повыше подкрутить. Поэтому они очень быстро растут, это, конечно, для кого-то плюс, для кого-то минус. Но я всегда смотрюсь, я говорю, я люблю собаку такую, чтобы идешь так рядом, и не надо наклоняться, чтобы почесать. А так раз и почесал. И он такой голову поднял на тебя, влюбленный на тебя посмотрел, как на любимую хозяйку, такой, да, малыш, и пошли дальше. Вообще прекрасно, собака, я считаю, и для квартиры, и для семьи. Они абсолютно хороши с детьми, никогда никаких проблем с этим нет. Если ему какое-то, вот, кажется, навязчивое поведение, да, либо ребенка, либо взрослого, он просто встанет, уйдет. Он не будет рычать, он не будет огрызаться. Ну, он просто будет, ну, больше уходить в уединение, да. Опять же, задача хозяина, посмотреть на поведение своей собаки и понять, что, ну, ее напрягают какие-то моменты. Русские псовые борзые долгожители? Вообще, по сути, да. У них очень хорошее здоровье, проблемы очень редко бывают у этих собак. Но 8-13 лет, в принципе, это допустимо. Чаще всего 9-11, вот этот вот предел. Но, по крайней мере, это не так, как у многих очень крупных пород, когда вообще 8-9, это считается уже заоблачно. Да, ну, вот старший кобель у нас прожил 11 лет. Здоровье хорошее? Здоровье хорошее. Вот у нас, допустим, старший кобель, один раз он был, отравился, но отравился. Спионерил, по-честному, бычки сушеные. Наелся, достал, причем прячется всегда подальше и повыше, это главное. Потому что достал, вот никогда не лазил по стулу, а тут залез. И, конечно же, слава богу, спасибо ветеринарам, все спасли, все нормально, причем безоперационно. Все, почистили желудок, все сложилось, как можно, скажем так, хорошо, насколько могло быть. Восстановились, это был один раз. И один раз у него был насморк. Ну, оно как-то так даже за пару дней само прошло. Вот мы уже хотим целоваться. Вот, мы хотим. А вот про любвеобильность Тора. А вот про его любовь. Чтобы не говорили, что я обманываю. Да. Скажи, я же вот целоваться хочу. Скажи, вот как я тебя люблю. Вот, вот. Спонтанное решение. Да, скажи, а что это все внимание хозяйки и хозяйки? Ну, слезай вниз, давай. Все, стоять. Все. Генетических проблем, как правило, у них нету. Сейчас становится модным. Проводить генетические тесты очень часто на проблемы сердца, на дисплазию тазобедренных суставов. В наших линиях такого нет. Допустим, Тор – это совместное производство двух крупных питомников Украины. Это Александрит-фаворит и Псовая охота. Там вот крови изначально собраны Швеции, России и Америки. Вот составляющие мы видим, то, что видим. Потому что борзе на самом деле тоже бывают нескольких типов. Есть более, скажем так, борзе легкого типа, да, которая более тонкокосная, не настолько сильно обильная. Они, конечно, очень хорошо используются больше на охотах, потому что более легкие собаки, конечно же, легче двигаются. И есть более широкие, да, такие, ну, покрепче. У Тора у нас такой крепыш. Он очень, вот прям очень-очень, я просто знаю вживую его прабабушку, которая приехала со Швеции. Она была восхитительная, сука, вот прям такая. Она была, во-первых, шикарно одетая, вот как, знаете, как скандинавские шубы, да, вот это вот. У нее был шикарный воротник, восхитительные штаны. Она была просто восхитительная. И она была такого стального, вот бурматный, называется, окрас. Вот как у Тора, только у него с рыжинкой под низом, да, вот здесь, вот это называется бурмат. А у нее был такой, как пепел прям, вот как она прям седовласо-пепельная такая была. Очень красивая девочка. И я ее так запомнила, ее так полюбила. И ее первые щенки у нее было 12 штук в помете. Все, Тор, прекрати, ты целоваться будешь? Иди, иди. Вот, и я тебя люблю, да. Рассказывай про твою бабушку, не перебивайся. Давай. Стоп. Все, молодец. И так вот, родилось 12 щенков, и я многих собак видела, когда они выросли. И мне всегда так хотелось вот этих размеров. У меня не было вопроса в том, что у меня появится и вторая, борзая тоже. Поэтому, когда родились эти щенки, у меня не было вопроса даже по поводу окраса. Рыжих там не было, как мой дар. Поэтому, говорю, так, мне бурматненького, бурматненького. И вот, пожалуйста, очень красивый представитель. А будет еще краше, мы как оденемся во взрослую шубу, переоденемся, будет вообще круто. Поэтому собаки, на самом деле, беспроблемные. Но, конечно же, они требуют внимания. Конечно же. То есть, схватывать на лету он будет, но месяцев с пяти. А до пяти это будет так. Ты здесь отлично, хорошо, если что, я знаю, где тебя найти. И пошел, куда ему надо. Поэтому, конечно же, первое время очень надо уделять внимание воспитанию. Очень. Вот, кстати, хочу уделить этому внимание. Многие люди говорят, ой, выставки собак, это все для хозяев, а мне собачку для себя. Ну, во-первых, ребята, когда мы ездим по выставкам, мы тоже берем собачку для себя. Не поверите, мы их любим точно так же. Целуем во все места точно так же. И точно так же они, ну, что иногда не надо делать, но спать с нами на подушках тоже. И когда говорят, да, это выставки, все, это такое, на самом деле, это тоже еще один момент, когда ты с собакой, вот у вас появляется общее дело. Во-первых, ты готовишься к выставке. Ты, как минимум, учишь ее правильно бегать, стоять, коммуницировать с тобой, опять же, понимать, чего ты от нее требуешь, чтобы она понимала, чего от нее хотят. Мало того, когда ты с ней едешь куда-то в поездку, я когда первый раз приехала со своей обганкой мамной с выставки, мама так посмотрела, говорит, Вик, она повзрослела. Вот, вы не поверите, это реально так. Вот после каждой выставки собака становится другая, она становится мудрее. Во-первых, ваша дорога, ваш путь, вы уезжаете из дома, вы уезжаете на чужую территорию, вы едете вдвоем, вы едете, как своя стая. У нее появляется ощущение, что вот мой хозяин, мой вожак, я с ним. Это очень дорогого стоит. Если это в помещении, это опять же новый рубеж, который вы проходите вместе, потому что ей надо зайти в людное место, где много людей, где много собак, самое главное, разных пород, от маленьких до больших. И ей надо тебе доверить свою жизнь, потому что она понимает, что ты ее вожак, ты ее ведешь в логово, где куча всего чужого, непонятного. И вот как только собака тебе, вот с каждой ступенечкой, зайдя в чужую машину, вы едете вместе, зайдя в электричку, зайдя в поезд, зайдя в чужой транспорт, зайдя в помещение. Вот на каждом этом этапе ты заслуживаешь у своей собаки определенное уважение, определенную любовь. Она видит в тебе вот этого вожака, вот этого компаньона, вот эту опору, на которую она тоже может опереться. Вот почему важны выставки. Не потому что мы там победили, получили царь, но это все выстраивает отношения. Очень важный процесс. Очень, да. Конечно, если у тебя собака живет где-то в вольере, и ты ее достал только, чтобы повезти ее на выставку, конечно, это совсем другой подход. Конечно. И есть люди, у которых собаки живут в вольерах. Есть люди, у которых они живут в вольерах, но при этом они тоже счастливы, потому что хозяин тоже уделяет им все равно внимания, их выгуливает, берет, пристегивает, выходит за ворота и пошел гулять. Есть люди, которые, ну, совсем, знаете, принесли в миску, поставили, и на этом все. Ну, я не приветствую такого отношения. Для меня собака это не просто четыре лапы, хвост и голова, да. Для меня это живое существо, которое требует любви, опеки, ну, какое-то внимание. И мало того, это то существо, которое в старице тебе отдает, ничего не требует тебя взамен. Стоит ли заводить русскую псовую баржу? Стоит, однозначно стоит. Да, это непростая порода. Это вот собака, которая вот, вот, и она решила обниматься, скажи, я решила обниматься. Тихо, Тор, спокойно, это не игрушка для тебя. Вот она решила, вот, скажи, так, все, мне уже скучно, давайте играться. И вот он, как щенок, уже начинает себя так вести. Конечно, тоже требует коррекции, но вот сейчас, видите, я его спокойненько отдергиваю, он останавливается, такой, ладно, хорошо, еще не закончили. Тут надо понимать, что стоит, однозначно, как и любую другую собаку. Стоит. Если ты любишь собак, если ты хочешь вот этого общения, вот эта коммуникация, вот эта, если ты хочешь вот этого тандема, потому что, ну, надо понимать, что они входят в нашу жизнь минимум на десяток лет. Это ответственность, это большая ответственность. Это значит, что ты должен встать, утром выйти в туалет, ее выгулять, даже с тебя хочется поспать. Это значит, что даже если идет дождь, а твоя собака сидит и смотрит на тебя глазами, пора, хочу. Надо встать, взять зонтик и тоже пойти с ней погулять, прикупить резиновые сапоги по пути. С появлением собаки жизнь меняется, но она меняется однозначно к лучшему. Если вы хотите долго жить, иметь позитивные эмоции, если вы хотите, чтобы вам не было скучно, потому что с собакой не скучно никогда. Она обязательно что-то вычудит, она начнет приключения какие-то искать, вас начнет теребить, в конце концов, вставай, пошли гулять. Поэтому собаку заводить однозначно стоит. Но однозначно это должно быть взвешенное решение. Мои хорошие, на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!